Они маленькие, но опасные. Из-за завалов в лесах и благоприятных погодных условий численность грызунов значительно выросла. Холод и снег заставляют мышей в поисках корма менять лесную прописку на городскую. Снежный покров лег, естественно, грызунов куда поближе к жилищу, к человеку приблизились. Тут опять-таки благоприятные прокормительные условия, что это наши несанкционированные свалки. Весь наш урожай собран. Находится где? В погребах, гаражей. Вот вам, пожалуйста, еще один дополнительный источник. Гаражи сейчас самое опасное место. В пик сезона мышиной лихорадки здесь чаще всего происходит заражение воздушно-капельным путем. Выделение грызунов попадает в воздух вместе с пылью. Достаточно сделать один вдох. Димитровградец Михаил Рубцов об этом знает. Сейчас, говорит, мышей в гараже нет, а раньше всегда старался себя обезопасить. Одевал маску на лицо. Ну, в основном, вот этим образом, и все. Ну, и ловил их, уничтожал. Ну, и в конце концов, всех уничтожили. Но всех грызунов не перебьешь. И, к сожалению, не все соблюдают простые правила защиты от вируса. В этом году уже зарегистрировано 26 случаев мышиной лихорадки. В основном, это болеют люди взрослые. В основном, это лица среднего возраста, начиная от 20 до 50 лет. Очень интересно, вот проанализировали мы, посмотрели, что в основном болеют мужчины. Слава Богу, что летарных случаев пока вот за этот период не зарегистрировано. На первой стадии лихорадку можно спутать с ОРВИ. Поэтому при возможном контакте с грызунами, их выделениями и, как последствия недомогания, срочно обращайтесь к врачу. Арина Макара, Виталий Немов. Новости Димитровграда.